Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я её ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот уже четыре встречи подряд. Мы разбираемся с феноменом отцовства, разбираемся, как быть отцом, как быть хорошим родителем. Вообще есть ли такое выражение, что есть хороший родитель, плохой родитель. Вот это всё мы обсуждаем в нашем экспериментальном диалоге на «ты», где три отца, три сына, три отца, отца семейства, отца конкретных детей, и отца в духовном плане, то есть для своих прихожанных тоже отцы, обсуждаем тему отцовства. И сегодня, как и прежде, в студии отец Николай Зинин и отец Тихон Сханов. Здравствуйте, батюшки! Здравствуйте! Я говорю, что отец должен научить. Вот. И зачем нужен был отец, мы говорили неделю, ну, то есть две недели назад. Какова вообще функция присутствия отца? Сейчас вот за эфиром прозвучала такая душераздирающая почти история того, как прошло, проходило лето, проходит лето с отдыхом с детьми. И этот ужас экзистенциальной потери ребёнка или, по крайней мере, сильной травмы, вот, это, конечно, тоже такая вещь, которую тоже можно было бы, в принципе, обсуждать. Не только зачем детям отцы, но и зачем отцам дети. И что вот на самом-то деле они нуждаются в нас лет 18-20, а мы в них нуждаемся всю нашу жизнь. Это тоже такое не совсем справедливое соотношение времени, да, которое присутствует. И вот сегодня мы договорились говорить об отцах как психологах, но я бы хотел связать с предыдущей передачей, вот, в связи с возникшей вот этой историей, доэфирной. Чему мы учимся у детей? Чему вы учитесь у детей? Каждый из вас. Ну, может быть, это... Понятно, что мы можем перечислять много чего, но самое главное, может быть. Вот вы смотрите на собственных детей, чему вы у них учитесь? Отцовству собственному. Они периодически ставят такие ситуации, в которых ты чему-то новому учишься, и это всевозможным и навыкам, и чертам характера. Нет, ну а есть какие-то вот фундаментальные штуки? Ну, вот, например, отец Тихон как христианин, вдруг что-то прозрел, понял и в качестве откровения пережил, просто глядь на своего ребенка, чтобы он всю свою жизнь жил, ну, там, всю свою сознательную христианскую жизнь, он жил вот в таком понимании, в такой концепции представления, там, не знаю, о Боге, о взаимоотношениях с Ним, о взаимоотношениях с миром, там, еще что-то, как угодно, понимание евангельских каких-то фраз. А вдруг ребенок выдает какую-то там реакцию, вот как ты в прошлый раз рассказывал про то, что она очень четко описывает, что страшно. И вдруг все как-то начинает там деформироваться и вставать где-то на другие, в другие пазы. Ну, отца Николая тоже самое, я хотел бы спросить. Я могу ответить. Так, отвечает пятый микрофон. У меня такой, один из глобальных, их, я думаю, было несколько, может, еще будет, я думаю. Это то, что изначально в моем мировосприятии было, что ребенок – это тот, кто должен смириться передо мной, перед моим авторитетом, моим величием, как отца. Поэтому я так достаточно авторитарно проводил какую-то политику воспитательную. И коренной перелом случился, когда я понял, что это я смиряюсь перед ребенком, потому что он не знает, что такое смирение вообще. И в практическом плане я бы это выразил так, что если ребенок плачет, то это я его беру на руки, успокаиваю, а не наоборот. Супер. Не я ему говорю «успокойся» или диктую какие-то правила, даже если он не прав. И меня так, я замечаю по детям, даже если я демонстративно как-то абстрагируюсь, отдаляюсь от него, давая понять, что он не прав в этой ситуации, или даже наказав как-то физически, я потом первый иду навстречу, чтобы он успокоился, он мог во мне найти опору, что между нами нет, что это не разрыв, просто конечный какой-то, а такая, как бы с моей стороны необходимая мера, чтобы он осознал неправоту, что так нельзя. Поэтому тут смирение, в первую очередь, если я хочу научить смирению, я смиряюсь сам. Поэтому, как бы мне это ни было, но это не очевидно для меня была вещь. То есть мне казалось наоборот, очевидно, что ребенок должен понять, что я круче, сильнее, и надо передо мной смиряться. Но оказалось, что смирение – это совсем другое. То есть я учусь смиряться в ситуации, когда я прав, я иду навстречу, прошу прощения, там мы миримся, или там примирение какое-то еще, сам первый, беру на руки, успокаиваю, потом что-то можно объяснить. Для меня вот это, наверное, такой был самый главный переворот жизненный какого-то ощущения детей. То есть дети учат меня смирению. Ну и вот очень хорошо и плавный такой переход в сторону психологии, ну потому что я все-таки сторонник психологии понимать не как ее там препарируют в учебниках там и так далее. Она какая-то практическая наука, когда мы через распаковывание отношений или распаковывание другого человека, то есть через понимание вдруг каких-то расстановки сил мы вдруг начинаем понимать лучше себя. Вот если говорить о психологии, ну у нас у всех мальчики есть, то есть тут вот вопрос, что... У кого-то только мальчики есть. Только мальчики, да, поэтому мы начнем, наверное, в первую очередь с психологии мальчиков. Как вам кажется, с психологической точки зрения, какие педагогические ошибки допускают родители, воспитывая мальчиков? Вот что они делают такого, чего делать нельзя по отношению к мальчикам? Какова вообще... Унижать нельзя. Ну нельзя. Вот. Давать свободу ошибаться. Уважать выбор, даже если он какой-то будет... Ну если он не критический, там в розетку ушелезти, я думаю, не надо разрешать. Но в каких-то ситуациях... Ну это опять вот риск, как с этими качелями. С них можно упасть, и это будет травма. Но... А вообще психология мальчика и девочки, она фундаментальная... Я не помню. Можно так ответить? Но ты же... Хорошо, ты не помнишь, как это в учебниках звучит. У тебя разнополые дети. Да, они вообще... Космос между ними. Просто они... Вот есть девочка, есть мальчик. Как сделать так, чтобы мальчик не стал маменькиным сынком, а дочка не стала, именно в плохом значении этого слова, папенькиной дочкой? Вот что там нужно понять, вот как это там внутри что-то там... Ну что значит маменькин сыночек? Маменькин сынок? Да. Безинициативный. Вот как раз вечный мальчик, который в 40 лет не может, например, выйти из вот этого уютного маминого рая. Просто у меня пока же дети, они и мамины, и папины, они все в ласке, у них много заботы, у них не так много инициативы. У тебя, кстати, интересная ситуация, у тебя ребенок уже почти до школьного возраста, еще чуть-чуть. Ну, шесть лет, да, еще вот. Я соглашусь, что лет там до шести, может быть, да, там до пяти, мы ребенка не рассматриваем гендерно. То есть он просто, условно говоря, ребенок. Вот. Я про то, что мы же не знаем, какими они вырастут к 40 годам. Ну, то есть... Вот, но... Мне кажется, что вот мальчик, когда начинает заниматься своими делами, например, мастерить что-то себе, какой-то суперлюкзак, который там помогает ему летать куда-то, и говорит, папа, мне нужно здесь скотч прилепить, вот эту вот бутылку пятилеветровую, и я буду на супербайке там что-то в космос. Надо прилепить ему эту штуку, помочь. Вот. И пусть он там летает на супербайке вокруг комнаты. И если он что-то там сломал, ну, объяснить, что не нужно это ломать. Но в данном случае обломать его супербайком, с его вот этой вот, это гораздо более тяжело для него. Это вот как раз тот случай, когда ты рассказывал про папу, который говорит, смотри наверх. Вот, понятно, что тут лужа, можно, подскользнулся, но папа об этом не говорит, ну, ладно, ну, подскользнулся там, ничего страшного. Вот. Но самое главное показать наверх, да, вот смотри. И тут вот, если он своими занятиями занят, если они не сования в розетку, ну, пусть делает. Не говорит, что это плохо, глупо, там еще, там, как-то нелепо. Возвращаясь к психологии мальчиков, уже, как бы, ну, и гиппенрейтеры, и ежеснею, они, как бы, все обосновали, доказали, что нельзя произносить мальчику запрет на то, что там не ной, мужчины не плачут. Вопрос, почему это плохо, как вам кажется? Почему плохо так произносить? Почему говорить, что... Да, вот, на самом деле, вот эти запреты, ну, невозможно этого не произносить. То есть, Даша, если ты замолк по поводу этого, тебе вдруг он сообщает, что, оказывается, мужики не плачут. Ты такой, что, а кто тебе сказал такое? Если это летает в воздухе, да, в культуре, там, все равно это слышат так же, как мат, да, но в доме нет мата. Но они знают все это. Или там тоже мое было прям, бунт у меня какой-то был, да почему вот так происходит, потом я смирился, конечно. Вдруг он воспроизводит песни, которые мне жестко не нравятся. Но там есть в них ненормативная лексика, до которой он, слава богу, не дослушал. Вот, там, ну, это где-то проезжает в машине, там, ненавистный мне Моргенштерн, вот, проезжает в машине, это все, ну, так, вроде динамично, они запоминают память у него. Тут в этом случае она не подводит его. Вот он, пока едет в машину, он запоминает, и вот он воспроизводит это. Ну, то есть он все равно воспроизведет то, что мужчина не плачет. Хорошо, тогда я по-другому сформулирую вопрос. Будешь ли ты своему ребенку говорить, что иногда полезно проявлять? Да, я ему говорю. А почему не плачет? Ему вот там сказали, ну, не буду говорить, что там, ты чего, мужчина не плачет. Я говорю, еще как плачет. Я говорю, а вот потом на исповеди мы ждем слез каких-то покаянных. Откуда будут покаянные слезы, если мужики не плачут? Я говорю, ну, что вы ставите в какой тупик человека? Отчера, а ты как в этом вопросе смотришь? Ну, плачет, я тоже говорю, плачет. Хочешь, плачет. Ну, только меня это не трогает. Ну, надо поплакать себе. Не, ну, я не склонен к сысповедию, как бы это тоже все. Соотносить? Я не думаю, что это прям... Мне вот кажется, в какой-то момент мир усвоил, общество усвоило. Мы тут недавно, кстати, разбирались с темой, опять же, мужественности, когда фильм снимали. И интересную я нашел мысль, что оказывается... Ну, я просто для меня это было новое, я никогда об этом не думал. Что вообще концепция настоящий мужик, настоящая баба, настоящая женщина, будем говорить интеллигентно, да? Их не существует. Что это все социальный конструкт. То есть общество, условно говоря, наделяет какими-то социально значимыми атрибутами мужчину, и она говорит, вот, типа, вот это будет настоящий мужчина. И понятно, что в зависимости от того, как меняется общество, будет меняться образ настоящего мужчины. Если, скажем, если это пещера, и ты там замерзаешь, то понятно, что добыть шкуру будет первоочередной задачей, а значит, тут ловкость, а значит, тут смелость, а значит, тут рискованность, и так далее. Если это военное время, там, затянувшееся, какая-то, там, семилетняя война, пресловутая, вот, там, Великая Отечественная война, то тут, соответственно, мужчина будет действительно и мужественный, и сильный, вот, сила будет определять, выживет он или нет, вернется он домой или нет, и так далее. И вот тут вот встает вопрос, что мы, мне кажется, сумели сформировать такое представление о настоящем мужчине, что получили вдруг бесчувственного, то есть он вообще не должен ничего чувствовать, потому что запрет, там, плакать, это фактически запрет чувствовать, так это или нет. И, условно говоря, ну, вот меня, по крайней мере, так воспитывают, ну, у меня, получается, мама воспитывала, она была и мама, и папа, в этом, кстати, тоже удивительная такая штука, парадоксальная, да, то есть она должна была меня, как мама, как любая мама, она должна меня к себе привязать, и это как раз будет концепция, там, маменькин сынов, да, а с другой стороны, она должна меня выпинуть из гнезда, вот, без сожаления, без страха потери, и чтобы я, там, условно говоря, расправил крылья и почувствовал ветер в перьях, вот, но вот она мне как раз давала такие установки-то, там, мужчины не плачут, чью-то нюня, там, развел, там. Ну, и тоже нормально, ну, и сказал пару раз, ну, и что. Ну, потом... Ну, действительно же, вот мы смотрим, ну, мужчины реально, ну, не так эмоционируют, как женщины. Ну, недавно, кстати, как раз, когда я хоронил маму, ну, вот, год назад, я вдруг почувствовал, что мне очень сложно заплакать, а, как бы, ситуация требует, да, и, в принципе, я чувствую, да, там, что, ну, как бы, лучше, чтобы это все сейчас вышло, вот, ну, там, вот так вот наружу, чем заплакало мое тело какими-нибудь органами, например, вот, зажато этой эмоцией. Вот. То есть, получается, ну, сказала и сказала, а это послание родительское продолжает жить в тебе и тикает такой бомбой, которая неизвестно где выстрелит. Вот. То есть, вот, ну, это мое такое замечание на тему родительских посланий. Ну, вот, а как вам кажется, может быть, еще есть какие-то родительские послания, которым стоило бы избегать, которых бы стоило избегать? Причем здесь очень важно и как при воспитании девочек, так и мальчиков. Или, наоборот, какие родительские послания важны для того, чтобы мальчик в своем становлении, в инициации вот этого мужчину, чтобы он это становление проходил сглаженно? Я так понял для себя, что как ни крутись, все равно, ну, что-то не то ляпнешь. Вот эти стихи сказал. И те штампы, которые там по незнанию, там, мой отец мне говорил, он проговаривал то, что ему дед говорил. И даже ты знаешь их травматичность и ненужность вообще, какую-то глупость, и все равно они проскальзывают, даже если ты их пытаешься фильтровать. То есть это какая-то вещь такая прям трудноуловимая. Даже знаешь, что там не надо говорить, что там... А ты что, дурак, ты что там не понимаешь, что ли? Ты что там там... То есть какое-то вот именно то же неприятие, там, слабости своей, может быть, своей... Ну, вот ты вот просто сказал про унижение мальчика. Я вдруг с этим соединился, потому что я нет-нет там... Ну, они бывают там неловкие, они бывают какие-то там несуразные. Вот он там несет свой бутерброд, который он сам себе нарезал, спотыкается там, условно говоря, у него там все это падает на пол. У тебя дико это сама... Не сама ситуация, что он там споткнулся, а ситуация, что теперь пол грязный, все это... А-а-а, ты вот так вот на все это смотришь. Я просто вспомнил вчера, Аня открывала бачку с чипсами, и она ее так сжала, а она с другой стороны лопнула. И там что-то сколько-то выпало. И главное, не на тарелкой. И просто мы так посмеялись, потому что обычно, да, претензии к детям, что ты там что-то неловкий, ты насорил. А то дети так маму утешают. Мам, ну не переживай, что упал, мы подберем с пола. Чипсы, они готовы. Что упало у студента, то упало на газету. Я вот понимаю, что вот насколько это страшно и травматично, что, ну, например, я вот себе такое позволяю. Что вот, я говорю, да что ж ты какой-то вот... Не даешь себе право на ошибку, получается. Ну да, ну все равно человек сам себе. А вот для него, то есть, насколько это вот, условно говоря, будет... Чуть-чуть травматично. Будет это принято. Может быть, максимум, что мы можем, это просто... Отец, ну, надо расслабиться, ну, получается, удовольствие. Есть, хорошие рядом. Да не хотелось бы, чтобы... Мне кажется, максимум, что мы можем, это проговорить. Проговорить там, где ты ошибался. И что же лозунг? Вот нельзя лозунгами говорить с детьми. То есть, категорическими фразами на все случаи жизни. Мужик так никогда не делает. Ну, это лозунг. Куча вариантов ситуации в жизни, куча всего. И что значит, никогда мужик так не делает, ну, это очень странно. Вот, поэтому стараться, ну, не выдавать какие-то лозунги сумасшедшие. Просто, или ляпнул, а потом говоришь, что-то я не то ляпнул, сынок. Да нет, можно объяснить, сказать, сынок, я вот своих ошибок не принимаю, себе не даю права на ошибку. А вообще папа должен разговаривать так с ребенком? То есть, ну, условно говоря, признавать. Не то, что признавать, вот я сейчас по отношению к тебе был несправедлив. Это, наверное, правильно. Ну, я так делал. А вот сказать, и потом, ой, что-то я ляпнул. Я просто, если я вижу, вдруг я вижу, потому что в ситуации ты видишь себя. И если я увидел себя в ситуации, то я проговариваю. И потом, когда мы успокоились, я говорю, я это сделал потому-то, потому-то. И объясняю свои мотивы. Мне кажется, это может помочь. Потом, в дальнейшем с этим, ему с этим жить, он такой же, как ты. Ну, понятно. Не прямо такое. Ну, он что-то от этого возьмет. Я заметил, что к детям часто относятся, ну, например, по-хамски. Или занудствуют, морализаторствуют. А потом они возвращают. То есть, если ты хочешь, чтобы твой ребенок был, например, с людьми тактичным, чтобы твой ребенок мог выслушивать. Ну, ты, короче, бери с ним, и будь тактичным, и выслушивай. Ну, по мере своей возможности, насколько тебе самому позволяет воспитание. Потому что вот там у каких-нибудь закоренелых, там, морализаторских женщин, да, там, бывает, ребенок тоже себя так ведет по отношению к сверстникам, его все потом занудой называют, там, да ладно ты, там, подзатыльник ему, там, какой-нибудь. Вот, ну, такое бывает. Потому что он все время, вот, ты, там, ты, 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 это. Ой, хорош. Не так много времени остается по поводу девочек все-таки. А вот в отношении девочек, что самое страшное может сделать папа, что может сделать мама? Ну, как ты сам это интуитивно понимаешь, догадываешься? Что вот, например, ну, с мальчиком, который, в принципе, будет, то есть, мы видим в мальчике миниатюру отца будущего, который, ну, как вот, желудь, из которого вырастет дуб. То есть, вот мы сейчас видим заготовку будущего отца. И, конечно, отца нельзя лишать лица, нельзя его унижать. Я это прекрасно понимаю, не всегда это, правда, получается так, наказывать, не унижая. А вот с девочкой, что должно быть, то есть, какие главные, там, фундаментальные могут быть ошибки? Понятно, что, наверное, в отношении любого ребенка не надо унижать, как любого человека не надо унижать. Но вот, если с мужчинами разобрались, да, вот это вот родительское послание, не ной, не чувствуй, мужики не плачут, мужик должен быть сильным, там, а в идеале вообще... Девочки так себя не ведут. А, вот это вот родительское послание? Девочки себя так не ведут. Да, стихотворение какое-то есть современное, мне понравилось. Да, я тоже помню, да, мы про один и тот же стих, мы сейчас вспомнили, да, про девочки так себя не ведут там. Ну, в общем... А чем это страшно, такое послание родительское? Ну, там в конце, что таких и нет. Все то, какие девочки неправильные, а их таких и нет, которые другие. Не должны быть правильные. Вот. Девочки всегда опрятные, вежливые, всегда такие, всегда такие. Не целуются там, значит. Да, а потом получается, что у них вырывается что-то наружу. Мне кажется, тот же запрет на чувство, просто прикрытый друг другими словами. Не лазают девочки так высоко. Нельзя лазить. Девочки, они тихие, не кричат девочки так сильно. Инициативность тоже подавляется какая-то. Ну, и так далее. Ну, вот, то есть, вот, это общее, там, нежелание какого-то проявления в ребенке. Насколько я понимаю, родитель колеблется между двумя такими сценариями. Это чрезмерно дистанцировать от себя ребенка, отогнать его от себя. И слишком привязать его так, что он потом, условно говоря, не сможет отвязаться, когда ему нужно будет отвязаться, создать свою семью, рожать своих детей, там, жить со своим мужем, выстраивать дальнейшие отношения. Вот как мы можем, ну, как бы, как вы с этим разбираетесь на своих местах? Вот как, например, ну, в случае с девочкой, я, у меня одна девочка, четверо пацанов. Я понимаю, что не то, что я ее больше люблю, но вот у меня такое иногда ощущение, что с пацанами мы конкуренты на одной территории, а девочка, условно говоря, я буду играть по твоим правилам. Как ты вот скажешь, вот, слушай, а какую ты музыку слушаешь? О, мне тоже она нравится. Конечно, моему эгоизму, моему тщеславию это импонирует, когда мне тут, мной восхищаются, условно говоря. Но одновременно с этим я понимаю, что если, там, скажем, я вовремя как-то, как это сделать тактично, что важно, не отсеку, она так и будет продолжать искать в мальчиках папу. И это ей будет категорически мешать, потому что в мальчиках не будет папы. Вот. То есть это будут совершенно другие юноши. И с ними надо, там, здесь юноша, с ним надо будет взаимодействовать. Тут нам, конечно, во всех этих вопросах помог бы какой-нибудь хороший психоаналитик. Так он вот сидит в черном. Я им никогда не был. Все вообще эти истории сложные вообще. Ну хорошо, ты же будешь этим вопросом задаваться или задаешься сейчас? Я, наверное, измучиваюсь этим вопросом, наверное. А сейчас что? Пока рано этим задаваться. Три года, она то на руках, то папочка. Вот так вот все. Что у меня, какие вопросы сепарации там. Ну вот вопросы сепарации, они обоюдно нами решаются. Например, в какой-то момент она стала заходить, ну такая подробность, прошу прощения. А она заходит в туалет, закрывает и все, и не пускает. Вот у нее, то есть до этого то так, то сяк, то в комнате, то на горшке. А это вот у него тут вот так. И никто. Вот она заходит. Там, это все нормально. Все нормально. Ну ладно. Отлично. Вот. Потом заходим там, прибираемся, если нужно. И все. То есть это она вот тоже проявляет свою автономию. Где-то мы проявляем автономию свою, сдавая ребенка в детский сад. Но вот вообще это проблема сепарации. Это не, или лучше так сказать, невозможности сепарироваться. Это вот проблема родителя. То есть родитель должен в себе что-то разглядеть. И это проблема обоюдная. И, ну, не проблема, это определенные задачи. И они должны решаться, ну, просто даже в одной комнате. Это вопрос границ. Кто чьи границы нарушает. Если человек спит, ну, пусть спит, да, ты ему не мешаешь. Да, и где-то нарушаешь границы, где-то не нарушаешь. То есть у каждого есть, ну, какая-то друг другу вежливость, что ли, тактичность. Вот этим вещам надо учить. И где-то дистанция даже в одной комнате должна быть. Я пришел уставший, 10 минут меня никто не трогает. Ну, допустим. Ну, и они учатся не трогать папу. То есть держать с ним дистанцию, находясь в одной комнате. Вот. И это должно лишаться там, во внутреннем плане, в душевной части. Потому что есть те, кто разъехались с родителями, а до сих пор зависит от них эмоционально там и так далее. То есть процесс сепарации не закончился. Только жить не стали раздельно. Ох, отцы. Я бы так и говорил, и говорил бы с вами. Вопросов уже... Вопросы есть, но не хочется их задавать, потому что придется обрубать на полусловие. Давайте мы закончим вашими родительскими посланиями к нынешним родителям. Ну, вот просто вот ваша камера. Что бы вы хотели сказать просто в двух, буквально трех словах, родителям? Представьте себе, что зрители пришли лично к вам, как к священникам, как к отцам. Давайте с отца Тихона камеру вашу. Что бы вы сказали? Вы хороший родитель. Все? Да. А если плохой? Вы хороший родитель. Вот, Господь Бог дал вам, именно вам этого ребенка. Именно вам почему-то Господь Бог доверил этого ребенка. Ну, значит, вы, наверное, можете. И я думаю, вы хороший родитель. Спасибо. Отец Николай. Месседж от Авы. Трудно так уже за отцом Тихоном компактно сформулировать. Учитесь у своих детей и вместе с ними взрослейте. О! Спасибо, отцы. Как-то мы на какой-то такой вялой ноте закончили. Отец Николай как-то не бодр. Но ты сам заставил нас какую-то мудрость сказать. Мудрость-то навсегда. Спасибо вам огромное за этот очень длинный, я надеюсь, очень приятный для наших телезрителей разговор. Мне было очень интересно и приятно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. С вами прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Продолжение следует.